добрый день драгоценные друзья сегодня у нас салат из горбуши ну вы можете сделать из любого осося какой вам попадется ну нам попалась вот такая горбуша это у нас на дальнем востоке называется доступная рыба вы сами видите какой какая она доступная то есть это скорее всего по заброшенному поэтому мы не стали заморачиваться не стали его готовить к салату а просто взяли консервированную горбушу в баночке а из этой потом сделаем котлеты рецепт у нас на сайте просто я беру шкуру сделаем филе и прокрутим ее на блендере добавим там всяких разных пряностей и получим нормальную рыбу это у нас в торговой сети такую рыбу это еще хороший вид стоит она 129 рублей доступная рыба и так собственно о салате с лососем нашли мы консерву кстати у нас на дальнем востоке теперь еще проблема найти хорошую консерву горбуши ну или лосося ну вот у нас есть такая фирма петропавловской камчатки aqua fish ну и очень легко распознать баночку горбуша натуральная консервы и здесь у аква fish написано и еще у них бывает на баночке изображен профиль камчатки а вот мы недавно снимали салат из печени ментая там как раз был профит камчатки она такая заметная яркая можно сразу определить что сделано петропавловской камчатки фирма aqua fish это не реклама просто это единственная которая горбуша которая на настоящий момент нам очень нравится из всех перепробованных горбуш у нас на дальнем востоке ну и дальнейшем для того чтобы приготовить салат из горбуши и сконсервированный вам понадобится рис возьмите такую пачечку граммовые пакетики отварите получится где-то вот такого вот количества риса отварного этого достаточно такую баночку горбуши добавите туда огуречек ошенкового предварительно этот огуречек засолите подержите два-три часа чтобы он немножко просолился и получился такой типом малосоленый тогда будет наиболее вкусный он салат ставать такую привкус солененького огучка добавите туда зеленого шинкового огучка ну и по вкусу кто любит может вот такую горчичку зерна добавить а кто любит такую горчицу обыкновенную обыкновенную тоже может добавить ну что что можете обе добавить не добавляйте больше 25 грамм то есть не более чайные ложки горькой а тут слишком будет горький немножко перчику добавить по вкусу можно посолить но консерва соленоватая потом будете использовать вот без косточек маслины они тоже соленоватые чуть-чуть этого для украшения блюда можете использовать кроме того добавите для того чтобы добавить привкус такой свежести летний помидорчик пошинковать туда добавить ну и дело вкуса кто-то может добавить майонез провансаль и перемешать это все а кто-то может йогурт без наполнителей а йогурт без наполнителя а кто-то просто подсолнечное масло я люблю подсолнечное масло например ну и добавить укроп потом базилик а кто что любит на вкус и цвет товарищей нет вот и все в принципе приступаем сейчас мы посмотрим что там в этом в этой банке консервов покажем вам этот салат мы вам рассказываем перед самым новым годом и поэтому сейчас конечно экономно все подходят к питанию и я думаю что такой салат простой экономный вполне можно сделать и к новому году и вкусно будет и приятно не обязательно там делать из икры хотя икра сейчас тоже есть искусственное почти не отличается от натуральной но если конечно производителя хорошего это будет наш следующий раз к этому следующему рассказывали расскажем как из хорошей икры имитированные она там из вода расследоваться морских добавлением всяких разных пряностей рыбного бульона рыбного бульона из горбуши вкусная икра это без дураков без фальши всякой так что обзор у нас на сайте посмотрите там и на новый год можете купить не обязательно покупать за 400 рублей натуральную икру можно взять за 100 рублей такого же количества даже больше 150 грамм банки есть 100 с лишним рублей имитированная икра нормальная что черная что красная к фирму там надо подобрать фирма евопром из питера сделаем небольшой обзор на горбушу консервированную aquafish в собственном соку баночка 240 грамм обратите внимание чтобы крышки были не вздуты даже такая фирма уважаемая сделаем небольшой обзор на горбушу консервированную от фирмы aquafish это не реклама просто это единственная сейчас горбуша которая чего-то стоит и напоминает горбушу которую делали в ссср из рыбы первого сорта баночка немножко меньше стандартной как которая раньше производилась 240 грамм срок хранения 3 года таких рыбных консерв написанных на крышке 18 год ну рыба можно сказать почти свежая в семнадцатом году произведена но все равно обращайте внимание чтобы донышко и крышка не были вздуты даже такая уважаемая фирма как aquafish это попадается в магазине у нас попалась баночка с бомбашом то есть вздутая ну просто хранили летом при температуре выше плюс 20 градусов видать там она продукта но это ошибка торговых сетей не поэтому когда будете выбирать выбирайте внимательно смотрите потом не ходить не делать возврат может открываем смотрим что там внутри отрать стало удобно то есть без всяких приспособлений открываем баночка полная юшка светлая рыба тоже имеет талантный вид ведь только светлая розовый запах замечательно так она еще до краев он до краев наполнена можно замерить включаем весы ставим баночку вместе старой и даже крышку положу 288 граммов это вместе старой брусто берем ставим свою тару виде тарелочки поднуляем и выливаем собственный сок горбушевый он образуется при варке в автоклаве можно было не замерять так так как принципе он входит состав и вес этой горбушке но интересно но интересно 40 грамм берем такой же тарелки обнуляем и выкладываем саму горбушку и выкладываем саму горбушку кусочки довольно большие хвостиков нет цвет красивый цвет красивый во всяком случае оранжевый получилось 193 грамма масса нету двести двадцать семь грамм 193 плюс 40 получаем 237 до 237 то есть вместе с юшкой даже больше получает даже перевес даже перевес но если посмотреть как что это за рыба можно просто видно что качество хорошее то есть рыба вполне нормального первого сорта и шкурка черненькая ну такая темная не выцелевшая в принципе нормальный массаж то есть видно что его во первых это не замороженная сразу видно не скукозанная как сейчас делают из замороженной продукции сделаны из свежей как тут и состав рыба и соль поваренная то есть никаких не химикатов ничего не вкус натуральный вкус от патериорной горбуши из советского союза то есть очень вкусная так шинкуем мы ее аккуратненько на волокна мы не шинкуем наверно а вилочкой да вилочкой на волокна ее разделяем и помещаем в салатницу да и самое главное вот эти вот крупные хребтовые кости нужно будет ударить чтобы они в салате не попадались первым делом засолим огурчики ну у нас один огурец мы его пошинкуем на корейской терке чтобы он был такими длинными длинненькими такими дольками вы можете использовать любую терку но мы используем корейскую терку для морковки для корейской морковки она получается вот такого вот изысканного так сказать вкуса и формы вот такими телодвижениями и стираем огурец до мелкой соломки остальное можете скушать так солим щепотки соли туда можно добавить немножко перчиков для вкуса и туда можно как к соленым огурчиком нашинковать укропчика так шинкуем укропчик очень мелко оставляем на засолочку переносим их туда и все это замешиваем аккуратненько оставляем на 2-3 часа на просолочку огурчики дадут сок и впитает аромат укропчика и получится замечательные почти малосольные огурцы берем вот такую вот салатницу покрупнее и выкладываем туда рис вареный мы использовали длиннозерный рис вы можете использовать по своему вкусу какой вы больше любите дарили да хоть бурый говорят бурый вкуснее или даже полезен рекомендации особых нет варили 100 грамм варили вот целую огромную тарелку из ума всех хватит это салат на четверых я думаю достаточно салата будет достаточно немножко подостыл поэтому вот сканковал на было сразу выложить пока он был горячий но ничего салата нужно готовить не горячий а холодный берем зеленый лучок и начинаем его шинковать мелким 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 способом мы его добавим в рис шинкуем при помощи его такого ножа специально для овощей там он зубчиками режется слышите ажа хрустит лук очень удобно его резать хром хром и все так отшинковали лук выкладываем лук в рис рыбу выкладывать будем в последнюю очередь что будем не сделать из нее кашу берем такой помидорчик тепличный а вы можете взять натуральный если вы живете в теплых краях у нас уже зима декабрь месяц холодно но сейчас вот помидоры круглый год так что в любом магазине можно взять помидор пошинковать и добавить салат очень вкусно раньше об этом можно было только мечтать использовали консервированные помидоры из бабушкиной банки холодное время добавляем помидоры в наш салат будущий оставляем немножко для украшения остальное дошинковываем берем рыбу лосося из консервированной банки удаляем косточки принципе можно было конечно не удалять но в салате они довольно неприятные будут хрустить на зубах все равно хоть они там совершенно мягкие обычно их никто не удаляет есть но лучше удалить все начинаем разделять на волокна нашу горбушу вы можете любого лосося взять консервированного или взять свежего свежемороженого отварить его конечно будет вкуснее чем из банки может быть и салате вкуснее именно консервированный после цветоварищей нет так чтоб не сильно вот он фаршеподобный стал да на кусочки такое почувствовалось хотя бы на зубах когда будете кушать примерно достаточно принципе работы тут на пять минут весь салат и выкладываем нашу салатницу и практически уже салат готов останется только его приукрасить чуть-чуть добавляем наш салат просоленные огурцы которые солились два с половиной часа они дали сок уже выкладываем вкладываем рассольчик туда же вливаем перемешиваем салат аккуратненько так чтобы не развалился там на ингредиент и получаем вот такую вот веселую запах идет замечательно особенно при соленых огурцов и лучка свежего и укропчика просто обалдеть присутствие на новогоднем столе желательно такой веселенький получился легкий простой берем отдельную такую розеточку выкладываем майонез и будем готовить соус приправку можете взять просто растительное масло или запах такого подсолнечного из города ростова на дуну например и белгорода тоже очень вкусно нас до велись белгорода и добавить просто а можете сделать вот такой вот добавить две ложечки майонеза добавить горчички такой вот зернами называется французская не знаю почему она называется французская можно добавить еще и русская такой тя в майонезе тоже имеется присутствует горчица получили вот такую вот смесь непонятную кожу на стану это тщательно перемешиваем берем маслины желательно без косточек черные там или зеленые какие хотите черные черные давай черные а мне кажется их красят железным каким-то этим нет это зависит от спелости или на первую силой а эти точно точно так достаем маслины на доску разрезаем в принципе шинкуем их на колесики это мы все делаем для украшения новогоднего салата из консервированного лосося помидор режем его на дольки таки симпатичный красивенький украшение почти готовы берем приготовленный нами салат из горбуши берем порционную классическую розетку для салатов для одного человека и выкладываем туда аккуратненько ложечкой готовый салат такой он приятный на вид попробуем на вкус такой простенький но яркий добавляем наш соус а-ля провансаль сверху потом когда будете кушать не забудьте перемешать а может прямо так макать туда кусочки рыбы кусочки риса и кушать берете томаты то бишь помидоры выкладывать аккуратненько так это красиво получаете вот такую тарелочку или не тарелочку розеточку с такими черными баллончиками на масле и тогда у вас получится салат автомобильный автомобильный далее привлекательный потом веточку куропчика добавляете и получаете вот такой замечательный салат можете добавить вот такие китайские палочки но если вы не умеете есть китайские палочки салат очень вкусный даже просто обыкновенный русской я уже попробовал приятного аппетита заходите к нам на сайт у нас там всяких рецептов на вам но новый год для себе заготовите столько салатов что гости ваши будут очень рады да и вы сами тоже будете не в обиде это уж я вам гарантирую хоть и наступает год мыши а мыши есть практически все да так что морепродукты продолжают так сказать пользоваться спросом на новый год это неотъемлемо чем поэтому рекомендуем заходите на наш сайт едовморе . ком морские рецепты просто наберите в любой поисковой системе морские рецепты и вы найдете там наш сайт с видео с фото со всеми там атрибутами мы очень рады когда вы нам пишите комментарии пишите комментарии можете там критику любую нам написать мы не обижаемся или какое-то рационализаторское предложение раз предложение всего доброго наступающим новым годом